Прямое значение Прямое значение является вторичным, образуется по принципу сходства. Железные нервы – это значит сильные и крепкие. Следующая наша тема – это способы образования слов. Назовем основные. При приставочном способе слово образуется с помощью приставки, прибавляемой к исходной основе. При суффиксальном способе мы добавляем суффикс. Таким способом образуются многие отглагольные существительные. Чтение образовалось от глагола «читать». То есть это слово, обозначающее действие. И изначально был глагол, а потом уже от него образовалось существительное с суффиксальным способом. При приставочно-суффиксальном способе происходит одновременное присоединение приставки и суффикса. И последний способ – это сложение. В данном случае это сложение корней с помощью соединительной гласной. Существительное обозначает предмет, отвечает на вопросы «кто» и «что». Но по своему значению существительные делятся на несколько групп. Во-первых, это конкретные существительные. Они обозначают предметы, вещи, лица, которые мы воспринимаем с помощью зрения или осязания. Такие существительные изменяются по числам. Табурет – табуреты, пятиклассник – пятиклассники. Другая группа – это абстрактные или отвлеченные существительные. Они обозначают понятия, которые мы воспринимаем мысленно. Это могут быть чувства, качества или действия. Отвлеченные существительные не изменяются по числам. Следующая группа – это вещественные существительные. Они обозначают различные вещества. И такие существительные также могут употребляться только в какой-то одной форме, либо в форме единственного числа, как, например, кефир и нефть, либо в форме множественного числа, как существительное чернило. И последняя группа – это собирательные существительные, которые обозначают совокупность предметов как одно целое. Листва – это много листьев, но одним словом называем это листва. Детвора – это много детей, но называем это одним словом детвора. Такие существительные также не изменяются по числам. Род неизменяемых существительных имен собственных, обозначающих географические объекты, определяется по роду имени нарицательного, который также относится к этому географическому объекту. Так, например, Бали – это существительное мужского рода, потому что Бали – это остров. Миссисипи – женского рода, потому что это река. Перу – среднего рода, потому что это государство. В контексте род таких иноязычных имен собственных нам поможет определить прилагательное. Бали – привлекательный. Миссисипи – широкая. Перу – таинственное. Вспомним, когда пишется мягкий знак после шипящих. Во-первых, у существительных женского рода третьего склонения в форме единственного числа именительного падежа. И у глаголов в различных формах отвлечь – это форма инфинитива. Что сделать? Читаешь – это форма второго лица единственного числа. Разрежь – это форма повелительного наклонения. И мягкий знак после шипящих не пишется. У существительных мужского рода – это второе склонение существительное. У существительных первого и второго склонения в форме родительного падежа и множественного числа. В таком случае слово отвечает на вопрос «чего» или «кого». Пара задач, несколько училищ. В середине слова «мягкий знак» не пишется в сочетаниях согласных. «ЧК», «ЧН», «ЩН», «НЧ», «НЩА». Хотя все произносится очень мягко. «Девочка», «Ночник», «Помощник», «Нянчить», «Женщина». И последняя наша тема – это вводные слова. Вспоминаем, вводные слова – это особые слова, с помощью которых говорящий выражает отношение к сообщению. Отношение бывает разным. Конечно, это у нас уверенность, наверное, это у нас неуверенность, к счастью, радость по поводу данного сообщения. По-моему, это источник информации, это точка зрения, источник сообщения. Во-первых, последовательность действия бывает во-вторых, в-третьих и так далее. Наконец, «Пожалуйста», это слово вводное, которое помогает нам оформить речь. Вводные слова не являются членами предложения, к ним нельзя задать вопрос, и поэтому вводные слова всегда выделяются запятыми. Как видите, вводное слово может стоять в любой части предложения.